Группа компании ФСК возвращается в загородное малоэтажное строительство. Для многих загородное жилье – это возможность перезагрузиться и наполниться новой энергией. Поэтому мы объявили о партнерстве с Каскад Фэмили. И сегодня приехали в гости в ЖК «Парк Апрель», чтобы пообщаться с управляющим партнером ФСК «Каскад» Борисом Циркиным. Борис, добрый день! Добрый, добрый, Наталья! Расскажите, пожалуйста, почему вы решили войти в партнерство с ГК «ФСК» и почему именно сейчас? Чтобы четко ловить картину, почему пришло такое решение, я два слова расскажу про экономическую ситуацию в девелопменте, именно малоэтажки. За последние 10 лет законодательная вся база в многоэтажном строительстве были кардинальные изменения. Мы практически стали работать по международным стандартам, рынок стал очень структурированным, покупатели стали абсолютно защищенными. А вот рынок малоэтажки, в частности, ИЖС, за эти 10 лет не получил ни одну законодательную инициативу, и ни один закон не был принят, чтобы улучшить инвест-климат в этом сегменте. И поэтому он был такой абсолютно недоразвитый. То есть девелоперы крупные не шли в сегмент, банки боялись его как огня. Вот, поэтому сегмент не развивался. И вот 22-й год стал таким судьбоносным, я считаю, на рынке для сегмента малоэтажки. ИЖС и таунхаусы приравняли к 214-му ФСЗ, и все нормативы, которые относятся к многоэтажному строительству, теперь относятся к сегменту ИЖС. И поэтому появляется проектное финансирование, все крупные застройщики вдруг заинтересовались этим сегментом, а мы 15 лет только этим и занимались. Мы отъехали всего 25 километров от МКАД и находимся в замечательном ЖК «Парк Апрель» на его центральном бульваре, где я вижу разные дома, разные продукты, которые вы предоставляете. Расскажите, пожалуйста, что нас окружает и в целом какой продукт у «Каскада». Наталья, идеология проектов – это создание таких загородных агломераций, где люди не просто живут в четырех стенах, но и отдыхают, занимаются спортом, дети учатся, проводят активное время. Вообще, создавая общественные пространства, а их здесь, как правило, в наших ЖК, до 40% общественных пространств, мы мотивируем людей как можно меньше находиться дома. Вот у нас базово получается в стратегии, в портфеле проектов три формата. Это ИЖС, но здесь этого формата нет в «Парк Апреле». Это таунхаусы и многоквартирные малоэтажные дома. Но даже вот малоэтажные дома, у каждого жителя есть небольшой участок, где человек может выйти на свой маленький, там до полусотки глочок земли, поставить мангал и проводить прекрасное время, хорошую погоду. Борис, расскажите о планах в рамках партнерства с ФСК. Сколько будет проектов, какие они будут и где они будут находиться? В соответствии с нашим акционерным соглашением в периметр зашло восемь юридических лиц. Это восемь проектов, которые преимущественно находятся в Новой Москве. Это четыре проекта в Новой Москве. Один проект в Подольске, один проект на Пятенском шоссе и два проекта в Апрелевке. Здесь вот напротив будет «Парк Апрель-2», вот продолжение проекта, где мы сейчас находимся, и недалеко тут проект Мартемьянов. Все эти проекты – это комплексные проекты. Это первый дом, это не дача, это первое жилье, где человек живет, учится, дети учатся, отдыхает, наслаждается загородной жизнью. Это три формата. Базовый – это три формата. Это ИЖС, таунхаусы и малоэтажные многоквартирные дома. Вот этот первый пул проектов, который уже зашел в периметр ФСК «Каскад», составляет 950 тысяч квадратных метров. Возвращаясь к проектам, расскажите, какой проект будет первым и где он будет находиться? Значит, первый проект стартует уже совсем скоро. Проект ИЖС на Пятенском шоссе, 10 км от МКАДа. Соответственно, проект на 128 домов. У жителей будет доступ, и будет приложение, будут доступы ко всей инфраструктуре, можно будет ее забронировать, и инфраструктура будет достаточно уникальная. Ну вот, например, даже мы сейчас в одном проекте, вот здесь недалеко, в Новом Москве, в Хатминках, проектируем термобан, где будет круглогодичный уличный бассейн, банный комплекс. И это уникальные объекты, которые позволят людям не только жить за городом, приезжать на ночевку, так называемую, как многие привыкли, дом, квартиру использовать, просто как ночлег. Ну и наслаждаться качественной жизнью, проводить время активно, активно отдыхать, развлекаться. Поэтому вот идеология, это создать сеть клубных проектов для счастливой жизни людей. Борис, в завершение нашего интервью задам вам традиционный вопрос. Что для вашего семейства компании есть место силы? Для меня место силы, если мы говорим про бизнес, это когда ты приезжаешь, вот уже обжитые, сданные жилые комплексы, идешь по улицам и слышишь, как дети резвятся, играют на площадке, как жители бегают по утрам или днем, выходной день, запах шлыка манящие. Вот это жизнь, да? То есть ты понимаешь то, что ты с нуля, абсолютно с идеей, с приезда на участок, где вот голое поле, ничего нету, ты создал продукт, которым люди проводят счастливую жизнь. В России, по статистике, человек покупает жилье полтора раза в жизни. То есть фактически мы определяем судьбу людей, ну там на 30-50 лет. И когда ты вот это вот осознаешь и приезжаешь, и видишь счастливые семьи, ты понимаешь, что да, ты не зря все это делал. Борис, большое спасибо вам за интервью. Мы желаем всем нам отличных новых проектов, отличных продаж и счастливых новоселов. Приезжайте в гости. Спасибо. Спасибо.